Прекрасный поединок. Решили не гонять в полутяжелый вес. Обычно полутяжи Лисина и Горшечников. И смотрите, как сразу начал Горшечников. И тут же, как ответил Лисин. Приносился на удар. Есть шанс. И все. Наконец-то начались нокауты, друзья. Хотелось бы самое начало посмотреть. Еще раз. Так. Вот. Раз, два, три. Скорее всего, да, вот этот заключительный боковой слева. Немножечко атаку. Пошел в рубку Найденов. Решил предложить открытый размен Хандину. Видимо, решил Найденов пойти в руку. Потому что, возможно, где-то начало, самое-самое начало боя было не за ним. И он в первом раунде захотел восстановить статус-кво. Но вот Ханзен не уверенно себя в обмене на средней дистанции чувствует. А вот это хорошо! 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 Да, печень пробивает. Все! А вот здесь, да, здесь зашел удар. Да-да-да, там даже показал, показал Найденов, что все. Добивать не надо. Радуется, кстати, один из секундантов Ильяса. Никто не будет, а Петр Ян. Мы видим, что настроен. Настроен он очень решительно. Попадает, попадает Ильяненко. Несколько очень точных и мощных попаданий. Пешта спасается клинчем. Пытается перевести в клинч. Вернее, в партер. Нужно сейчас отходить к Виктору Пеште, восстанавливаться. Нельзя бросаться вперед, сломя голову. Это может кончиться для него нокаутом. Попадание от Ильяненко. Очень хорошо попадает от Ильяненко. Почувствовал он в пустрове. Вяжет Пешта, и Ильяненко не попадается. Несколько точных попаданий от Александра. Судя по всему, уже напевать бросается Александр Ильяненко. Огромная проблема у Пешты. Его ведет. Он пропустил несколько по-настоящему мощных ударов. Я думаю, что все. Да. Случилось то, что мы и предсказывали коллега. Пешта устал, и в стойке уже ничего не смог противопоставить Александру. Снова идет вперед Никита Бархатов. В то время движения Ивана Сапивского. Так бросает джеб. Пытается вот так, да, поймать на встречный удар. И сейчас, да, Бархатов будет заканчивать. Все. Все. Вот так. Был шанс у Ивана Сапивского закончить бой досрочным в свою пользу. Он им не смог воспользоваться. А вот Никита Бархатов своего шанса не упустил, мы видим. И здесь, да, уже пошли такие молотки, пошел чистый забой. И предпосылок никаких к этому делу. Вот сейчас попытка бэкфиста Демиана Лапилуса, но неудачная. Вот мы видим тейкдаун, проводит Михаил. Удачная попытка, несмотря на то, что к сетке прижат француз. Нет, выбрал. А вот это ударник. А вот и ударник. Одним ударом. Буквально струбил своего французского визави Михаил. Бросился добивать сейчас в партере. Пытается залезть в маунт, чтобы довести дело до конца Балакирев. Спасается, спасается сейчас француз Клинчи. Да, пытается он ключевать партер, но ничего у него не получается. В маунте сейчас работает Михаил. Добивает своего соперника, подгоняет его в зал. И это нокаут. Красивый нокаут. Немного так однообразно. Накидывает удары Александр и большинство блокирует Гонзага. Да, что-то проходит, но... А вот теперь несколько хороших точных попаданий. Попятился бразилец, попятился. Многоударная комбинация Александра. Хороший апперкот снизу. Отличная калина. Всё, 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 всё. И всё, репери останавливает бой. Бой продолжен. Поддавливает Накибин. Хороший размен. Попадает Тимур с левой. И шанс для Накибина. Шанс для Накибина. Он ещё опасен. Здесь можно пропустить навстречу. Не видит правым глазом. Нет, говорит, не видит правым глазом. Нет, всё. Травмирован глаз, но и здоровье бойца превыше всего. Бой в рамках полулёгкого веса. Весовая категория до 65 килограммов. 800 граммов. Хороший лоу. И это всё. Вышиб ногу. Просто вышиб ногу лоу-киком. Возможно, ещё и травма у Андрея Одинцова. В любом случае, это технический нокаут. Возможно, ещё и травму получил. Вообще, родные стены. И Тимур можно назвать в какой-то степени ветераном турниров RCC. Хорошо. Сейчас навстречу попадает из моденов. Справа. Отвечает опасной двойкой Кирилл Крюков. Рука. Повело, повело. Крюкову. Это шанс. Падает, падает. Всё. Воу. Недаром, недаром Денис Измоденов ставил ударку в бойцовском клубе Клич в том числе. Тимуру Салинову привет большой. Шикарная победа. Молодец. Шикарная победа Дениса Измоденов вызывает доктора в клетку. Ну, слушайте, там был глухой нокаут. Чем-то недоволен Кирилл Крюков. Там был настоящий полноценный нокаут. Ну да, упал, упал с ног Кирилл. И очень грамотно рефери сработал. Да, это точно. Надо отметить, что очень хорошая работа рефери. Ждём официального объявления победителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова